МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. В городе началась подготовка к празднованию Дня Победы. КАГД приводит Саров в порядок. Чтобы помнили, Саров присоединился к акции Диктант Победы. Более 500 участников из 30 городов России в Сарфуте и Ниел-Мифе прошел День открытых дверей. Подробности далее. Фасад новой детской поликлиники готов на 98%. Остался только цоколь. Окна и витражи поставили, наружные сети подвели, черновую отделку практически сделали и приступили к чистовой. Благоустройство продолжат в мае. О ходе работ на объекте рассказал главный врач КБ номер 50, на очередном заседании Думы. Напомним, сроки сдачи поликлиники переносили уже несколько раз. В основном возникали сложности с подрядчиком. В 2022 году работы на площадке активизировались. Из глав госэкспертизы пришло заключение на согласование увеличения стоимости. Часть денег для оплаты работ получили в 2022 году. Оставшиеся средства ждут в этом. Из-за все-таки недостаточно хорошей организации работ подрядчиками на строительной площадке, темпы замедлились. Поэтому сроки сдачи сдвигаются немножко вправо помесячно. Но вот на июль месяц планируется приучение ЗОЗ. Дальше процесс ввода в эксплуатацию, лицензирование, получение лицензии. И все-таки в этом году мы планируем, поликлиника начнет работать. Также Игорь Викторович рассказал о текущих ремонтах отделений поликлиник. В прошлом году благодаря реализации пилотного проекта ФМБА «Росатому» удалось реконструировать приветственную зону во всех трех поликлиниках. Кроме того, заменили кровлю в терапевтическом и противотуберкулезном отделениях, отремонтировали часть снузлов и лестницы в первой поликлинике, сделали интерактивный класс во второй поликлинике, обновили оборудование и сделали косметический ремонт в Центре здоровья детской поликлиники. Появилось и новое оборудование. Новый флюорограф, на общую сумму больше 20 миллионов, новый флюорограф, в первую поликлинику оборудование для эндоскопии, функциональные диагностики. В рамках этой же программы было приобретено 3 автомобиля, операционное оборудование, были заменены 2 стола в операционные, операционные столы и светильники были заменены, много лабораторного оборудования, рентгеновское оборудование в приемном отделении установлен новый цифровой рентгеновский комплекс. Автомогический лазер был приобретен, реанимационная система для новорожденных современная приобретена и система водоподготовки для гемодиализа. В результате приобретения системы водоподготовки для гемодиализа нам в конце прошлого года, 22-го, удалось начать реконструкцию, ремонт в отделении гемодиализа. И в мае мы должны запустить новое, с новым оборудованием, новое отделение. В этом году КБН-50 планирует реализовать 7 ПСР-проектов. Самые масштабные из них касаются создания реабилитационного отделения, его примерной стоимостью 160 миллионов, Центр промышленной медицины, цифрового здравпункта и модернизация оказания травматолога ортопедической неотложной помощи. Есть подвижки в вопросе строительства здания наркология. В результате наших заявок мы были оставлены в проекте достройки зданий наркологического корпуса. То есть наш объект был признан объектом незавершенного строительства. Мы остались в программе. И в этом году уже подали документы на изменение проекта, потому что изменилось предназначение здания, предполагался наркологический корпус. В настоящий момент предполагается, что это будет психоневрологический диспансер со стационаром полностью. Площади там позволяют. Это не значит, что заявку одобрили. Необходимо провести проектно-изыскательные работы, поменять проект. Но, как отметил Игорь Лошманов, надежда на возобновление строительства появилась. Нам не отказали, как это было в прошлые годы. Но наряду с приятными моментами остаются и сложности. Один из острых вопросов – кадры. Несмотря на то, что удалось остановить снижение количества врачей и уменьшить их в средний возраст, нехватка кадров все равно ощущается. Уменьшился приток терапевтов и врачей скорой помощи. При этом точечно удается закрывать вакансии по узким специалистам, в том числе из-за того, что больше сотрудников удается направить на целевое обучение в ординатору. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В этом году международный исторический проект «Диктант Победы» состоял для участников из 25 заданий на тему событий Великой Отечественной войны общефедерального и регионального значения. В бланке были вопросы тестового и открытого типа. На выполнение работы организаторы дали 40 минут. В школе номер 12 ученики ежегодно пишут диктант в рамках масштабной акции, чтобы проверить свои знания истории и отдать дань памяти военному прошлому Родины. В организации мероприятия в школе помогали и ребята-волонтеры. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен знать историю своей страны и конкретно то, что произошло в период с 41 по 45 года, это Великая Отечественная война. Это нужно знать за тем, чтобы ни в коем случае этого не повторилось и обеспечить, так сказать, связь поколений. Сложно, но всегда интересно протестировать себя, попробовать свои возможности и всегда есть к чему стремиться. Это как раз шанс понять, что нужно подтянуть в курсе истории. По сложности задания, ну, некоторые среднего уровня, некоторые, конечно, на подкорку памяти не сильно вспоминаются, и поэтому какие-то я просто не помню. И по возможности вспоминаю, отвечаю. В 12-й школе в диктанте Победы участвуют в основном старшеклассники, которые интересуются историей России или собираются сдавать на экзаменах профильный предмет. В этом году написать диктант изъявили желание около 25 ребят. Мероприятие проходило параллельно в двух аудиториях. Интерес к исторической акции проявляют и педагоги. Очень интересные задания. На самом деле, даже в процессе выполнения этого диктанта узнаешь много новой какой-то информации. Есть разные задания и попроще, связанные с песнями и с городами воинской славы, и городами-героями, и известными людьми. В этом году диктант Победы проводится в юбилейный, пятый раз. Акция охватывает все регионы России и зарубежные страны. Всего по Сарову открыли 9 площадок на базе школ. Написать диктант может любой желающий и в режиме онлайн. На сайте диктантпобеды.рф Я тоже хотела написать диктант Победы вместе с ребятами, но, посмотрев тестовые задания, я поняла, что не справлюсь. Вопросы предполагают обширные знания по истории Великой Отечественной войны. Все участники в конце диктанта получили сертификаты. А 20 федеральных победителей исторической акции получат приглашение на Парад Победы и памятные призы. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. День расписан по минутам. Насыщенную программу Саровский физтех подготовил для иногородних школьников. Каждую весну для будущих абитуриентов из разных городов проводят День открытых дверей. На месте они могут разобраться во всех деталях поступления, узнать, что вуз предлагает иногородним студентам, расспросить тех, кто уже учится в Сарфытеи и познакомиться с преподавателями. Для ребят это также уникальная возможность познакомиться с закрытым городом. Нам рассказали о разных направлениях, лабораториях. Я с детства увлекаюсь электроникой, всякие провода люблю. Нам говорили тоже про этот специалитет. Там автоматика, электроника. Я увидел очень много плат, но мне очень сильно загорелось желание поступить туда. Город очень интересный, но с самого первого впечатления с такой закрытностью и строгой охраной сложилось впечатление, что уже будет что-то серьезное. Мне показалось город очень необычным. Здесь много старых домов, также и новых домов. И жилые дома идут в перемешку с лесополосой. В этом году в Сарфытеи приехало больше 500 школьников из 30 городов и населенных пунктов страны. Впервые Саровским физтехом заинтересовались учащиеся из Краснодара, Ёжкоролы, Выксы, Вятских Полян, Княгинина, Воезнова. Учащихся поделили на 30 групп. У каждой свое расписание, чтобы любой ученик мог задать педагогам, студентам и организаторам все интересующие вопросы. Наша визитная карточка – наше новое общежитие, где в каждом блоке есть кухня, стиральная машина, холодильники. Так, конечно, мало какие студенты живут, но наши студенты особенные, ведь мы базовый вуз Российского федерального ядерного центра ВНИЭФ. И поэтому наши студенты должны, конечно, иметь хорошие условия для проживания, для учебы. У нас большое количество научных лабораторий, большое количество учебных лабораторий. И они сегодня все должны это посмотреть, чтобы осознанно выбрать то место, где они будут учиться. О истории вуза, его структуре, основных направлениях работы, опытных преподавателях и значимых достижениях школьникам рассказала руководитель СРФТИ Анна Сироткина. Нюансы подачи документов, прохождение вступительных испытаний и количество бюджетных мест раскрыла секретарь приемной комиссии Ирина Суворова. По традиции слово предоставили и бывшим выпускникам вуза. Вы знаете, день открытых дверей называется. На самом деле получается, что для вас это пока приоткрытые двери. Вы можете заглянуть, но еще не обязательно вы в нее войдете. И дело даже не в вашем желании, а в ваших возможностях. Вам предстоят экзамены, вам нужно их хорошо сдать, чтобы попасть сюда, в Саровский физтех. Рассказали гостям и о насыщенной студенческой жизни физтех, о работе объединений, успехах спортсменов, волонтеров, активистов. Основополагающий пункт выбора высшего учебного заведения – трудоустройство. За 10 лет больше 90% выпускников находят работу в ядерном центре. Российский федеральный ядерный центр – это часть Роскорпорации. Мы представляем ядерный оружейный комплекс. Нам в этом году 77 лет. Изначально предприятие действительно решало очень серьезные задачи того времени, далеких, 40-х годов. Это ликвидация на поле США, на обладательное вооружение, потом развитие системы вооружения, совершенствования. И сейчас мы крупнейший научно-технический центр обеспечения национальной безопасности. Завершили торжественные мероприятия общей фотографией на крыльце драмтеатра. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. После зимы на дорогах города осталось много песка. Работники ДЭПа убирают его с помощью специальной машины «Бродвей». Техника сметает мусор щетками, а потом песок поступает в кузов самосвала. Вместе с этим асфальт орошают водой, чтобы прибить пыль. Вслед за «Бродвеем» по дорогам едет уборочный пылесос. Смет вывозят на площадку КБУ, а оттуда мусор забирает региональный оператор. Сейчас по городу собрали 80% песка с пешеходных зон и проезжей части. Пусты подрезаем. У нас уже специальная бригада есть. Пусты подрезаем. Ветки, засохшие деревья, которые аварийные, мы их срезаем. В лесах нет на территории города, которые непосредственно к нам они относятся. Мешают проезду, тротуары, дороги. Также рабочие приступили к фрезеровке тех асфальтовых ям, для которых в марте делали временное покрытие. Сейчас асфальт укладывают на участки в сторону первого КПП. Работы должны закончить в течение 15 дней. К празднику Дня Победы Депа благораживает городские памятники Великой Отечественной войны, а также делает разметки на дорогах города. У Вечного огня обновляют красочный слой ограждений, лавочек и лестниц. Чистят и красят поверхность монумента. После этого приступят к работам у Стеллы 40 лет Победы и у Танка около Дворца детского творчества. Красим ограждения, разметку, опять пылесосим, дороги, разметку на дороге делаем. Танк, обелиск, Памиры. Также еще, наверное, будет шествие здесь по строительству Захарова, улица Зернова от воинской части. Вот это все улицы готовим. Все работы к празднику Дня Победы планируют закончить к 3-4 мая. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Хочешь, чтобы вокруг было чисто? Начни с себя. Фраза, хорошо знакомая членам территориальной профсоюзной организации. Каждую весну они вносят свой небольшой, но значимый вклад в преображение родного города. Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники – добрые традиции, объединяющие поколения. Люди выходят убирать свои дворы, озелененные территории, парки. С каждым годом эта экологическая акция объединяет все больше неравнодушных саровчан. Привести в порядок лестницу «Миру мир» пришли представители центра ЖКХ, гор, автотранса и департамента образования. Работали быстро, четко и слаженно. В начале субботника разделили обязанности – собрать старую листву, ветки и мусор, подместить ступени, расчистить щебень в надписи. С задачей справились оперативно. Субботник проходит на одном дыхании. Во-первых, мы всегда рады встрече с нашими союзными активистами. И само по себе это мероприятие очень доброе. И хочется, чтобы побольше людей принимали участие в субботниках и делали наш город более чистым и красивым. С 10 апреля в Сарове проходит мероприятие в рамках месячника чистоты и благоустройства. В нем уже приняли участие более 600 человек. С территории города убрано более 150 кубометров мусора. Делают город чище представители администрации Сарова, депутатского корпуса, муниципальных предприятий, ядерного центра, образовательных и общественных организаций, работники культуры, а также неравнодушные горожане. Среди них есть постоянные участники эко-акции, а также те, кто решил присоединиться к ней впервые. Сегодня впервые присоединилась к субботнику. Мы вместе с командой убирали лестницу «Миру мир». Было очень приятно потрудиться на благо нашего города, привести в порядок эту достопримечательность, ну и, конечно, получить эмоции от общения со всей командой. С 24 по 28 апреля пройдет акция по озеленению тех дворов, где соответствующую инициативу проявили сами жители. В городе появится 150 рябин и кленов. Эта акция подразумевает объединение усилий муниципалитета, который привозит саженцы и землю, и граждан, которые осуществляют посадку и уход. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Саров преображается. Пакеты, фантики, бутылки и другой мусор убрали на прибрежных территориях. Субботник в пойме Сатиса провели в рамках всероссийской акции «Вода России». К ней в Сарове присоединилось 120 учащихся из 8 школ города. Не помешала ребятам непогода. Работали по группам и с уборкой справились быстро до того, как дождь стал лить сильнее. Мы хотим сделать его намного чище, красивее, и чтобы там, и чтобы в нашем городе было все замечательно. Мы помогаем экологии и помогаем развивать эту сферу. Сеня помогал природе убирать весь мусор. Сеня нам даже не помешала погода и получили очень много позитивных эмоций. Очень приятно убирать мусор, но неприятно то, что люди приходят на природу и забывают убирать за собой. Акция привлекает внимание молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов. Она проводится с 2014 года, с каждым годом расширяя свою географию. За 10 лет «Вода России» стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в стране. Она объединила свыше 8 миллионов человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 9 миллионов мешков мусора. Я считаю, что такие акции должны проходить. В первую очередь это воспитывает бережное отношение к обучающихся, к окружающей среде. Ну и хоть какими-то маленькими силами мы помогаем очистить нашу природу. Организаторы акции в Сарове – станция юных натуралистов. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Единственный зафиксированный в апреле случай заражения кори в Нижегородской области распространения не получил. Благодаря вовремя принятым мерам вспышки удалось избежать. Поэтому чагу карантин уже закончился. Однако в наш регион кори еще могут завести. Когда медики приходят в выходные, в вечернее время и предлагают вам привиться от кори, значит, скорее всего, идет работа по чагу. Не надо здесь удивляться, не надо здесь подать какую-то агрессию, панику. Надо просто понимать, есть ли у вас прививка от кори или нет. Если вы уже взрослый человек и не помните просто, была вообще в вашей жизни прививка или нет, то лучше ее сделать. Потому что иногда идут такие рассуждения, ну, я же в Советском Союзе родился, я точно привит. Если вы природились в Советском Союзе, вы, скорее всего, точно не привиты. Либо вы болели, либо вы имеете иммунитет от того, что вы общались с больным. Как раз если вам меньше 35 лет, то, скорее всего, прививка у вас есть. В те годы активно прививали. Охват прививками современных детей тоже достаточно высокий, порядка 98%. Но есть категория ярых антипрививочников. Медики призывают в то время, когда есть высокий риск завоза инфекции, пересмотреть свою позицию. В любом случае сейчас надо подумать о том, что риски есть за пределами региона, как в России, так и за рубежом. И те, кто планирует выезжать на отдых, о прививке надо подумать уже сейчас. Потому что, опять же, напоминаю, для того, чтобы иметь иммунитет, необходимо как минимум 2-3, а еще лучше 4 недели. Поэтому всем всегда рекомендуют месяц давать на выработку иммунитета. Корь передается воздушно-капельным путем. То есть при разговоре с заболевшим даже от одного чиха, не имея иммунитета, человек заразится. Кроме того, вирус кори может разноситься с потоком воздуха. К примеру, если на лестничной клетке живет человек, заболевший этой инфекцией, соседи могут инфицироваться даже без прямого контакта. Раньше корь считалась детской болезнью, но сейчас она поражает и взрослых. Возникла проблема вот именно сейчас. Потому что появились, как сейчас принято говорить, трудовые мигранты. Просто сейчас очень много эмигрирующих населений из стран ближнего зарубежья, так принято сейчас говорить. В которых не так-то хорошо была поставлена работа по вакцинопрофилактике против кори. Еще одна болезнь, которая поднимает голову – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Это эндемичное для нас заболевание. Чаще всего его и регистрируют весной, когда люди приезжают делать сборку на свои дачные участки или в гараже. В качестве источника заражения выступают грызуны. Инкубационный период геморрагической лихорадки – около трех недель. Коварно, наверное, тем, что в первую очередь клиника, именно симптоматика, соответствует респираторной инфекции. То есть такое ощущение, что вы съездите на праздники на дачу, вернулись, вас продуло, и вы, больные с УРВИ, лечитесь с домом аспирином. Затем начинают тянуть поясницу, появляется сыпь и проблемы с мочеиспусканием. Вызывает лихорадку хантавирус. Он поражает мелкие кровеносные сосуды, почки, легкие и другие органы. Заболевание без лечения приводит к 80% смертности. Медики призывают при уборке помещений, где могут быть мыши, использовать респиратор и не вдыхать пыль. При появлении симптомов незамедлительно необходимо обратиться к врачу. Правая рука доктора. Трудно переоценить роль медицинской сестры. Она наблюдает и ухаживает за больными, оказывает первую помощь пострадавшим, выполняет простые манипуляции и процедуры, записывает результат осмотра и рекомендации доктора. Подчеркнуть значимость представителей этой профессии – это одна из целей конкурса своей профессии «Горжусь». Ежегодно в апреле в преддверии преддипломной практики его проводит Саровский медицинский колледж. В нем принимают участие лучшие выпускники, оценивает их строгая жюри, куда входят представители клинической больницы номер 50. В этом году отмечается также высокий профессионализм. Все очень хорошо подготовлены, выстроены четкой позиции, видят свои цели, достижения. И конкурсантки на высоком уровне. Пяти конкурсанткам предстояло пройти четыре этапа. На первом соискатели вакансии участницы подготовили резюме и рассказали о себе потенциальному работодателю. На втором этапе теоретическом студентки в формате своей игры отвечали на вопросы по педиатрии, хирургии и другим дисциплинам. Затем последовал этап фармакология. Девочкам предстоит привести в соответствие лекарственный препарат и соответствующую группу лекарственных препаратов. И, конечно же, самый зрелищный, самый ответственный конкурс, последний – это сестринская деятельность. Вот здесь как раз наши выпускники демонстрируют все и общие профессиональные компетенции, которые они освоили за годы обучения. Студенткам предстояло продемонстрировать умение работать в команде, оказывать неотложную помощь в стрессовой ситуации и навыке общения с пациентами. До этого этапа дошли не все конкурсантки, а только те, кто набрали высокие баллы в предыдущих. В тройку финалисток вошла и Дарья Погребенко. Девушка блестяще проявила себя в непростом испытании. Я решила принять участие в конкурсе, потому что хотелось попробовать свои силы. Было интересно узнать, как я могу себя проявить, какие у меня знания теоретические и практические. По итогам всех испытаний Дарья Погребенко стала победительницей конкурса «Своей профессией горжусь». Эта победа – еще одна ступенька к мечте. С детства девушка хотела помогать людям. В планах у Дарьи после окончания медколледжа пойти работать медсестрой, а затем поступить в медицинский вуз и стать врачом. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. С помощью игры дети познают мир, увлечь их в игру, помочь развить способности, узнать что-то новое в игровом формате – задача педагога. Решать ее помогают разные методики и технологии. Одна из них – игровая импровизация. Ее нюансы воспитателям из разных городов в присутствии госкорпорации «Росатом» раскрыла руководитель стажировки проекта школы «Росатома» Марина Чапаева. Сегодня уже будут первые стажерские пробы, где стажеры погрузятся в новую технологию, обретут первый свой опыт в данной технологии, который им в дальнейшем поможет в их работе. Снежинск, Лесной, Заречный, Нововоронеж и другие. На стажировку в Саров приехало 20 воспитателей из разных городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Марина Чапаева в прошлом году победила в конкурсе профессионального мастерства. Обязательное условие для финалистов – проведение стажировок, обмен опытом с воспитателями из других детских садов. Такие стажировки – отличная возможность своими глазами увидеть новые методики воспитания, считает Марина. Сделать себе, наверное, зачин на будущее. К чему дальше стремиться, что можно еще попробовать, испытать, чтобы было интереснее, чтобы не стоять на месте, чтобы все-таки идти дальше шаг за шагом и быть вместе с детьми. Осваивать новую технологию будут на протяжении трех дней. Первый – ознакомительный. Участники стажировки занимались с психологом, узнали больше друг о друге. Второй – продуктивная работа в группах. Третий – время подведения итогов, анализ полученных знаний, обсуждения. Это очень хороший опыт, который могут принять педагоги, потому что стоять на месте – это значит не развиваться. А мы все-таки стремимся к тому, чтобы развиваться и быть на волне с нашими детьми на одной, и вообще быть в волне времени. Времени все знать и им соответствовать. Ну и, соответственно, это замечательная возможность так очень погрузиться хорошо за три дня в практику. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. С выступления сводного отряда барабанщиков во Дворце детского творчества торжественно открылся весенний 61-й городской слет Союза детских организаций «Сияющие звезды». В нем приняли участие делегаты из всех 14 дружин. На пяти площадках ребята подводили итоги работы и обсуждали планы на следующий учебный год. Я пошла на станцию «Галактика». С следующего года я буду вступать в «Галактиане». На этой станции мы рассказывали о себе, то есть, кто пришли новые. Мы рассказывали, что мы умеем делать, что мы ожидаем в «Галактике» и чем мы планируем помогать. Потом мы подвели итоги, ответив на вопросы, сделав плакат и написали, в каких городских мероприятиях участвовала. Помимо традиционных площадок в этом году работало и новое «Время первых», посвященное новому движению школьников. Участникам пионерских дружин нашего города предстоит включиться в проекты и акции российского движения детей и молодежи, чтобы каждый школьник имел возможность проявить себя максимально ярко и использовать для других. Мы ее тоже включили в наш слет. Ребята работали по направлениям движения и создавали два интересных проекта. Это «Секрет галстука» и про волонтерскую деятельность второй проект был «Подари радость». То есть, эти проекты ребята учились создавать, прописывали цели, задачи, с ними работал советник директора по воспитанию. По итогам смотра конкурса «Диагностика успеха» делегаты подтвердили звание дружины доверия пионерской организации «Радуга» из гимназии номер 2. Звание опорной заслужили «Союз Солнечный» школа номер 5, «Эдельвейс» лицея 15, «Надежда» школа номер 17 и «Альтаир» 20-я школа. Четыре активиста «Союза» удостоены почетного звания «Инструктор», в их числе Максим Кузьмин из Лиги «Пламенная». После голосования дирекатов «Слета» инструкторы приклеили свои звезды на специальной стене в штаб-квартире «Союза». Звание «Инструктора» с этим званием я могу обучать свою дружину каким-то личным качеством, например, лидерски, активностью и так далее. В основном мы занимаемся благотворительностью, помогаем всем детским домам и так далее. Помимо этого мы организуем какие-то муниципальные мероприятия и так далее. И помимо этого участвуем в различных акциях, которые проводят, например, недавние движения первых и так далее. Также на «Слете» сформировали окончательные списки получателей сертификатов и патентов на школу пионерских профессий. В рамках мегапроекта «Созвездие творцов» участники встречи обсудили проведенные коллективно-творческие дела и сформировали список на следующий учебный год. Я очень рада, что мне удалось сегодня побывать на каждой площадке, посмотреть, насколько включены делегаты «Слета», понимая, откуда они пришли, и увидеть перспективы работ на следующий учебный год. Я очень благодарна своим детям, своей детской платье «Галактика», что они очень самостоятельно за этот год выросли, они уже умеют сами организовывать процесс. На май «Союз сияющей звезды» планируют несколько важных городских дел – митинги по приему в пионеры, участие в мероприятиях в честь Дня Победы и масштабное празднование Дня Пионерии. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Рассказать о роли и значении профсоюзов аргументировано поспорить, отыграть типовую ситуацию, примерив роли активного представителя народных масс и сурового работодателя. Во дворце детского творчества прошла встреча школьников и сотрудников Саровского подразделения Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. В разговоре приняли участие специалист профсоюза РФСВНЕФ Светлана Чижикова, а помогали ей отвечать на вопросы ребят сотрудники территориальной профсоюзной организации «Сарова». Была мысль о том, что ну идешь к детям. На самом деле нет. Это очень осознанные взрослые люди со своими обсуждениями, со своими мыслями. И их взгляд на самом деле очень интересный. Получила огромнейшее удовольствие от общения с ними. И скорее они мне рассказывали про профсоюз, чем я им. Профсоюзные активисты не только поговорили со школьниками. Гости организовали деловую игру «Отстоим свои права», которая вызвала массу эмоций. Ребят разбили на команды. Первое представляло руководство предприятия, а второе – рабочих. Директору и собственнику пришлось попотеть, убеждая коллектив трудиться сверх нормы. А народу потребовались аргументы для защиты своей позиции. Ребятам нужно было именно с практической точки зрения научиться договариваться, выражать свои совместные взгляды, а это не всегда просто, и находить подход к другому человеку, доказывая ему, отстаивая свои, по сути, свои права. Это такой реальный практикум для ребят, который показал им, как работает профсоюз. Отвечая на итоговый вопрос «С чем я пришел, с чем ухожу?», взрослые ребята отметили, что живое общение и полезные знания помогли преодолеть робость, смущение и некое непонимание, имевшее место в начале встречи. Я был приятно удивлен на самом деле, ожидал гораздо меньшего. Мне удалось частично затронуть какую-то политическую сторону, и даже историческую, и поиграть в интересные игры. Профсоюз имеет право на существование в любой среде. Почему? Защита прав. Все люди – люди. И каждый имеет право на защиту своих прав, интересов, возможностей. А профсоюзы этим и занимаются. В следующем году проект «Классная встреча» планируют продолжить. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok